всем привет блендер 2 и 8 погнали дальше смотреть что здесь да как что за модификаторы и что можно вообще тут делать думал я что блендер очень распространенной информации очень много но ошибался информация есть но на русском очень мало а на других иностранных так сказать языках много чего непонятного все как-то на ускоренном как-то все нерадостно много информации по zbrush 3d max у хорошие уроки есть на русском на разном все понятно опять же майя а вот блендер немножко в этом меня тоже расстроил ну погнали то что я нарыл сейчас разберем щелчок левой кнопкой мыши убираем баннер сейчас я включу видимость клавиш нажатия чтобы вам было понятней вот берем вот такой вот куб вот так его устанавливаем теперь transform нажимаем нажимаем на куб и все это дело вот так вот вытягиваем можно даже побольше не бойтесь все нормально так следом отключаем transform заходим select box и заходим теперь в edit mode снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши берем loop cut добавляем сюда вот посередине луп внизу панелька добавляем лупы добавляем горизонтальный луп и добавляем тут тоже так все это дело сделано можно закрыть панель щелчок по ней и переключаемся в edit mode пардонте в object mode вот такая заготовка получилась и теперь нужно с ней немножко поработать нажимаем так 4 5 6 еще не привык один на нампаде теперь жмем shift d и вот так вот отходим в бок опять же shift d и отводим так вот в бок можно конечно использовать модификатор мира для практики пойдет вот именно для запоминания и вот так вот shift d делаем четвертую такую штуку все прикольно ну и теперь давайте выделим вот эти все губы и нажмем control j объединим их вот такая заготовочка получилась прикольная кстати можно что-то с ней сделать здесь можно поработать углы округлить где-то что-то выбрать если добавить меньше лупов то можно с ней работать экстрагированием и так далее может получиться неплохая какая-то деталь так это я отвлекся ну вот теперь заходим в add находим empty paint access теперь object и находим в object set origin geometry так origin to geometry вот теперь все это дело включено переключаемся здесь можно на куб или нажать на куб щелкнуть по нему левой кнопкой мыши заходим в add модификатор и это модификатор и новый модификатор simple deform вот он переключаемся находим ось z y вот по y посмотрим вы видите что его немного уже подкрутила и давайте вот angel добавим вот такая получается штука если немножко подправить все это дело трансформом немножко где-то его подкрутить то получается неплохой допустим тот же канат вот так его выровнять и добавить немножко вот можно вот эту штуку вообще прикольно края чуть-чуть подровнялись вот прикольная такая заготовка перекручивается немножко можно сделать поменьше искривление можно побольше ну вот где-то вот так вот неплохо получается жмем control z и давайте попробуем еще одну штуку здесь попробуем сделать add модификаторы опять же simple deform так теперь нажимаем вот этот axis origin и находим лифт вот немножко он так неправильно у меня стоит в роликах он очень там выровнен почему-то но об этом история умалчивает так следом если мы сейчас будем закруглять его то получается вот безобразие в принципе это безобразие можно тоже к чему-то приспособить контрол z переходим в band смотрим как установилась заготовка можно немножко трансформом сразу ее вот так вот подровнять и попробуем теперь добавить ей округление поставим ось z посмотрим что по игреку по игреку безобразие ось z и опять же так все покрутим angel вот так вот получается такое безобразие ну мы его немножко сейчас подкорректируем так вот так мы его немножко выкрутим подровняем вот таким вот образом теперь нужно подкрутить именно вот эту штуку подгадать ну и опять же наверное подгаданием по бокам зелененькое немножко вот так как пройтись и беленькой и и замкнем вот это правильно чтобы состыковалось так сильно не надо опять немножко зеленый вот можно делать разную деталь и вот так я можно замкнуть так немножко еще подкорректировать синий осью и немножко перебор в принципе тоже неплохая штука получается вот так вот вот такая получается заготовка select box теперь мы отключу именно глину вот такая вот получилось я не знаю колесо или что-нибудь ну вот если использовать можно и косицу так закрутить и опять же использовать и вот этот модификатор для изготовления рогов кстати очень подходит давайте теперь куб удалим жмем delete и добавим наверное цилиндр так теперь цилиндр немножко можно перекрутить вот так такой момент поставить и немножко его вытянуть вот таким вот образом нажать с английскую немножко уменьшить style ну и попробуем опять же тоже самое теперь add empty paint access и облик добавим теперь set origin origin to geometry ну и попробуем на него нажать теперь можно зайти в этот мод добавить ему немножко лупов вот таким вот образом побольше пусть будет и теперь возвращаемся в object mode заходим находим это модификаторы так и находим модификатор simple the form вот так переключаемся на ось z попробуем немножко покрутить вот принципе он перекручивается ну на нам интересен band находим band находим x не подходит y вот игрек должен подойти и вот игреком вы видите что здесь вот получается система работает вот он замкнулся именно на центре здесь вот перекрутился если мы поставим допустим ось z и поставим здесь лифт то получается у нас вот такая вот заготовка теперь мы можем ее немножко ослабить или немножко подкрутить на angel вот таким образом и опять же трансформом можем немножко вот так вот что-то ей преподать вот такая получается заготовка немножко можно вот так еще перекрутить посмотреть что получилось ну и теперь применяем apple и добавим модификатор мультирезолюция и добавим сабдивизий вот такая заготовка получилось в принципе вот с этой заготовки можно уже сделать неплохой урок для барана или еще для кого-то где-то подтянуть где-то пролепить вот как вариант примитивного такого понимания вот этого образа все всем пока до свидания